Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 4 февраля, и своеменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Тимофея, Макария, Иоанна Якова, Николая, Петра, Ефимия, Гавриила, Георгия, Леонтия. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святой. Сегодня Святая Церковь совершает память апостола Тимофея. Один из семидесяти апостолов родился в листрах Ликаонских от отца грекой, матери Иудеянки. Мать и бабку его хвалил апостол Павел за их нелицемерную веру. В листрах Тимофей впервые встретился с этим великим апостолом и сам стал свидетелем того, как Павел исцелил хромого от рождения. Впоследствии Тимофей был почти постоянным спутником Павла, обойдя с ним Ахайю, Македонию, Италию и Испанию. Великий ревнитель веры, искусный проповедник, стяжавший умиление души. Тимофей много пособствовал распространению утверждений у христианства. Павел называет его истинным сыном в вере. После мученической смерти Павла учителем Тимофея был святой евангелист Иоанн Богослов. Но когда император Домициан сослал последнего из Ефеса на остров Патмос, Тимофей остался в Ефесе епископом. Во время некоего языческого праздника, именуемого катагогиум, озлобленный на христиан идолопоклонники, с надетыми на лицах масками, коварно напали на апостола Тимофея и убили его. Случилось это около 96-го года. Его честные мощи были впоследствии перенесены в Царьград и погребены в церкви святых апостолов. Близ гробницы святого евангелиста Луки и святого Андрея Первозванного. На днях встречался с сотрудниками Детского дома-интерната. И это была первая встреча, хотя наши добровольцы уже не первый год помогают. Все как-то не получалось. Вернее, такой помысл не приходил. В подобном формате постричаться. А это ведь очень важное общение. Потому что человек, живущий вот в этом мире, мире, который начинается за порогом церковным, он ведь очень духовно беден. В том смысле, что его душа не черпает необходимой для своего развития пищи. Потому что телевидение этой пищи, оно по определению не может дать. Опять же, кроме телеканала «Союз», «Спас», православных передач, потому что светское телевидение, оно больше сориентировано на шоу, на пробуждение человек и животных инстинктов, ну и в дальнейшем их удовлетворение. Потому что в процентном отношении передач про грех, про соблазны, про всевозможное удовлетворение своих инстинктов гораздо больше, чем рассказы о том, как хорошо, что хорошо, как надо. И человек, живущий в этой атмосфере, он, вопреки даже своему желанию, он пропитывается стереотипами, штампами, таким гидонистическим мировоззрением, что мы живем для того, чтобы есть, для того, чтобы получать удовольствие. И от этого, конечно, душа задыхается. Жизнь становится очень такой рамочной, шаблонной. И вот это состояние души, оно не может не переноситься и на своих подопечных, на детей, которые у тебя в подчинении, в воспитании. И поэтому так важно хотя бы периодически получать глоток свежей воды или свежего воздуха в виде общения человека с церковью. Потому что, ну кто человеку еще расскажет про Христа? Кто расскажет о молитве? Кто расскажет о цели жизни, как спасение души? Кто даст ответы на жизненные вопросы, которые есть у каждого человека, но задать-то их некому. Поговорить об этом не с кем. Потому что, ну, подруги, они в основном также пребывают в этом тщеду всевозможных фобий, мифов, суеверий. Вот встреча со священником — это всегда возможность. Возможность немножечко изменить свой взгляд на себя и на свое место в мире, и на цель своей жизни. Ну и вот после общего такого вводного слова, такого предваряющего общения, знакомства, дошло дело до вопросов. Такой какой-то фулл контакт, полный контакт, когда человек говорит о том, что его беспокоит, ну или, по крайней мере, воспроизводит общепринятые шаблонные представления о церкви. Ну и когда человека что-то задевает заживое, то об этом всегда интересно говорить. Возник вопрос, ну а что вот церковь? Почему церковь не помогает в больницах? Ну и там тема женского монастыря и соседствующего с ним госпиталя, солдат. Что вот почему монахини занимаются тем-то, тем-то, а не ходят и не ухаживают за солдатами. Ну на что пришлось порассуждать на тему, что каждый должен заниматься тем, чем должен. И убирать за солдатами может любой абсолютно необразованный, ни к чему не обученный человек в должности санитара, санитарки. Ну или в конечном итоге могут и добровольцы, то есть люди доброй воли, которые выражают свою любовь к ближним через служение милосердия. Но далеко не каждый из этих людей может на себя взять подвиг войны в духовном мире. Потому что призвание монашества — это особый вид человеческого служения, особый вид подвига, который для многих абсолютно непонятен, неизвестен. Ну поскольку мы люди очень материальные, живущие такими интересами своего живота, то то, что происходит за пределами моих телесных ощущений, даже не ставится вообще в разряд реально существующих. Как в свое время во «Властелине колец» в книге Арагорн, странник, сказал, что если бы вы знали, от каких сущностей мы защищаем эту хоббитанию, где так все светло, зелено, радостно, где живут маленькие хоббиты, то вы бы пришли в откровенный ужас. Ну действительно, на границе мира видимого и невидимого находятся такие мерзкие твари, о которых в свое время преподобный Серафим сказал, что если бы им было попущено даже один самый слабый бес, он мог бы одним коготком перевернуть всю Вселенную, разрушив ее. И вот именно на этой страже стоят духовные воины, монахи и монахини, служение которых не заменит ни шахтер, ни педагог и ни президент, потому что это величайший подвиг молитвой хранить нашу Вселенную от вторжения сил зла. Ну а что касается служения ближним, это был замечательный повод пригласить эту женщину в ряд добровольцев, потому что опять же в основной массе у людей представление о церкви, ну что такое церковь? Церковь это патриарх, это епископат, ну это священнослужители, ну и монахини. Вот такие церковнослужители, это и есть церковь. Да нет, дорогие мои, церковь это всякий крещеный человек. Каковых у нас сто миллионов. Представляете, какая огромная по составу русская православная церковь, сто миллионов. И среди этого воинства Христова, конечно, найдутся огромное количество людей, которые захотят послужить ближним и воинском госпитале, служить бездомным, служить детям-инвалидам. Просто нужно осознать себя христианином, осознать свою ответственность за то, что происходит в первую очередь в моей душе, и вокруг меня. И не смотреть по сторонам, кто бы сделал то-то и то-то, или почему они не делают. Как это? Встать и выйти из ряда вон, и сказать, я христианин, в связи с этим у меня ко всем конкретное предложение. Ну, чтобы так лишний раз не пенять церкви на то, что она там не делает, тут не делает, давайте запишемся в ряды добровольцев. И если есть какая-то инициатива, какие-то добрые идеи, желание или беспокойство за то, что у солдатиков нету должного ухода, ну, возьмем на себя эту ответственность, организуем пост милосердия, служение милосердия в любой больнице, где есть об этом беспокойство у сотрудников, у пациентов или посетителей, потому что, на самом деле, это не сложно, были бы только люди, потому что никакой главврач не откажется от правильно организованной, не мешающей лечебному процессу добровольческой помощи, каких-то очень простых, но важных вопросов, помыть пол, убрать помещение, выполнить какие-то элементарные санитарские манипуляции, это будет великое дело, это тоже будет служением церкви, это будет вашим личным вкладом в служение любви, дело за малым встать и выйти из ряда вон. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok